Я часто встречала уроки на тему тикун хатсот, но мы с вами сегодня находимся в таком отрезке времени, в таком промежутке времени, где не поговорить на тему тикун хатсот было бы прямо вообще преступлением. Хотя я хочу сказать сразу, что эта тема не для начинающих. Это уже такой очень advanced уровень. Эту тему ее не рассказывают реально начинающим, потому что она им не нужна, ее будет сложно понять. Поэтому если вы только начинаете, возможно, изучать Тору или знакомиться с какими-то еврейскими идеями, подумайте дважды, прежде чем продолжать смотреть этот урок. Он может вам показаться странным, потому что он основан на не совсем популярных, так сказать, комментариях, не совсем популярных книгах. Короче, это не то, с чего начинают, друзья. Это то, к чему стремятся и чем продолжают. Поскольку у нас такой урок с Раташем получится мощный, я надеюсь, по крайней мере, никогда не знаешь. Мы с вами, как обычно, уже мы говорим сначала Браху, потому что изучение Торы – это митцва, это заповедь, причем очень серьезная, очень большая. И поэтому мы говорим сначала Браху, которую обычно вообще-то принято говорить утром. Мы знаем, что есть утренний Брахот, который занимает пять минут друзья, поэтому если кто-то еще их не говорит, вот ваш, как это, знак свыше, которого вы так долго ждали, вот он, этот знак. Можно начинать уже говорить, потому что эти Брахот, если вы начинаете утро, пять минут вы даете благословение, вы даете благословение Всевышнему, поверьте, этот день совершенно пройдет под другим знаменем, под другим вообще флагом. Теперь я говорю Браху, вы говорите Амен, и это очень важно произнести это слово вслух в конце, и тогда я вам после этого начну рассказывать, собственно, что такое этих кун хацот и как это действие, как это упражнение призвано улучшить нашу жизнь. Баруха Та Адонай, Элогейно Мелеха Олам, Ашер Бахарбану, Миколь Хаамин, Ванатан Лану Эт Тора, Баруха Та Адонай, Нотен Ха Тора. И вы говорите Амен. Став. Хорошо. Сегодняшний урок я взяла из нескольких источников. Первый из них это урок Гидалии Фенстера на английском языке. И второй это урок и некоторые беседы с Равом Ревсоном Джуниором. Вы знаете, он преподает в Неверушала, он преподает по книге Зор. И вообще очень-очень глубокий, интересный Рав. И мне, честно говоря, всех бы вас хотелось с ним познакомить, просто чтобы вы имели представление о том, что вот такое существует вообще. Потому что все, кто с ним знакомится, на них сам, я не знаю, сам этот человек оставляет неизгладимое впечатление. И это очень большая редкость встретить такого человека. Теперь, поехали. Тикун Хацот. Причина, по которой мы говорим об этом сегодня, состоит в том, что мы находимся в периоде трех недель между 17-м Томуза и 9-м Ава. И это время судов. Это время, когда свет Всевышнего, некоторые говорят, скрыт. Однако книга Зор говорит, что так сильно раскрыт, что аж слепит глаза, и от этого темно. От этого мы воспринимаем эти три недели как темноту. Хотя на самом деле это время, возможно, таким до конца и не является. И мы знаем о том, что в конце времен это время будет перевернуто из траурного, из времени, когда мы скорбим. Мы сегодня поговорим, о чем мы вообще скорбим. Во время нашей радости. Сегодня мы находимся в периоде также, который называется, как бы, exile. Очень большое, ну, галут, изгнание. Мы находимся не там, не в тех условиях, не в том положении, в котором вообще, не живем ни ту жизнь, которая, в принципе, для нас изначально была предусмотрена. Наши дела сегодня обстоят хуже, чем бы сам Всевышний хотел, чтобы они для нас обстояли. И реакция на такие сложности жизненные вам, возможно, может быть знакома и с психологией. Многие люди, когда сталкиваются с целой чередой каких-то проблем, с какой-то чередой, это не клеится, то не складывается, с тем какие-то проблемы. Что человек делает? Идет спать. Очень многие люди ложатся спать. И есть фраза, утро вечера мудренее, надо с этой мыслью переспать. И, короче говоря, многие люди на подсознательном уровне не чувствуют, что им хочется абстрагироваться от вообще всего происходящего. Хочется вот сейчас уснуть, а проснуться завтра, когда уже все нормально. И вот я в Фейсбуке там уже год листаю всякие, когда листаю новостную ленту, вижу посты, люди пишут, можно разбудите меня после короны, разбудите меня после еще чего-то, разбудите меня после того, как это все закончится. Разбудите меня после того, как аэропорты откроют, разбудите меня после того, как, не знаю, там, еще, когда рабочие места, когда можно будет возвращаться на работу, разбудите меня там, когда уже будет достаточно, не знаю, там, денег на то, на сё, на пятое, десятое, разбудите меня. Короче говоря, это совершенно, как бы, с одной стороны, свойственно человеку впадание в спячку, с другой стороны, что такое впадание в спячку на самом деле? Это отказ от взаимодействия с той жизнью, которую тебе предлагают, и отдаление, абстрагирование от жизни и от самого Всевышнего как следствие. Да, теперь, говорят, приходят наши мудрецы, и чтобы мы не думали, что то, что с нами происходит сегодня, это сильно уникальное какое-то событие. Приходят мудрецы и говорят, друзья, задача проснуться, да, задача духовная, а также задача физическая проснуться, разбудить себя. И задача в том, чтобы искать подход к жизни и искать подход ко Всевышнему, к тем ситуациям, с которыми мы встречаемся, да, с теми обстоятельствами, в которые мы попадаем, с теми людьми, с которыми нам приходится взаимодействовать, которые, возможно, не всегда себя проявляют таким образом, как нам бы хотелось. И задача не впадать в спячку, то есть не закрываться и, да, в какой-то пеленой от этого всего, а учиться находить подход и взаимодействовать с тем, что тебе дали. Окей? И вот эта вот идея уснуть и проснуться в лучшем завтра, она с точки зрения иудаизма достаточно опасная, потому что она купирует человека от происходящего, и это никогда не хорошо. Хорошо. Теперь, что нужно делать? Что подразумевается в иудаизме, в этом случае нужно делать? Это все будет вам казаться удивительным, возможно, если вы никогда не слышали про текун хацот, особенно, вот, и даже если вы слышали, вам может показаться это удивительным, но вы потерпите, станет все на свои места. Да. Значит, когда человек, как мы сказали, перегружен, да, то есть у него процессор перерабатывает, слишком много задач, слишком много событий происходит. Когда человек находится, идет через какие-то челленджи в жизни, да, через какие-то вызовы, через финансовые вызовы, через вызовы, связанные с отношениями в семье или с поиском супруга или супруги, с вызовами, вызовы, связанные там со здоровьем, не дай бог, со здоровьем там близких. У человека начинает пухнуть голова, и ему хочется просто, ну вот, просто, чтобы это все закончилось и просто началось все новое. Теперь, сегодня мы узнаем рецепт. В чем состоит рецепт? Рецепт это текун хацот, как перевернуть эту ситуацию. Все главы Торы, которые у нас были до этого момента, они нас подводили очень плавно к идее переворачивания плохого в хорошее, переворачивания негатива в позитив, пессимизма в оптимизм, переворачивания проклятий в благословение, переворачивания своего взгляда на многие вещи. И вот приходит такая практика, как текун хацот, исправление полуночи, другими словами. Это на самом деле, что это такое? Это комбинация двух молитв, которые существуют в некоторых сидурах, прямо можно их найти. А если у вас нет этого в сидуре или если у вас нет сидура, то, друзья, у вас есть интернет, вы же как-то меня смотрите, правильно? И вы можете загуглить, что такое текун хацот и увидеть, что это две молитвы. Одна из них называется текун рахель и другая называется текун лея. И какое лучшее время для того, чтобы сказать эту молитву? Это шесть часов после наступления ночи. Когда у нас наступление ночи? Вы можете посмотреть по календарю. Вот, например, в Иерусалиме наступление ночи приблизительно 8.30 вечера. Вы прибавляете еще шесть часов и вы получаете 2.30 ночи. И это с этого момента начинается самое лучшее время для того, чтобы делать исправление мира, исправление себя и для того, чтобы произносить вот эти вот особенные, очень определенные слова. Текун лея, текун рахель. Соответственно, вы должны, ну как бы от того места, где вы находитесь, вы должны там узнать, когда у вас наступает ночь, когда заканчивается шаббат, грубо говоря, и к этому времени прибавить шесть часов. Дальше получается с 2.30 ночи приблизительно 2 часа у вас есть до 4.30. Это самое-самое эффективное время. Для чего? Для хитбадедута, для прочтения этих двух молитв и для хитбадедута, то есть для молитвы собственными словами. В чем цель вашего пробуждения в 2.30? Потому что, скорее всего, если вы не, как это, не party animal, то есть не животное, как это с английского переводится, животное, которое тустит всю ночь, условно говоря, вы не какой-то клубный человек, но сейчас вообще не знаю, кто уже клубный человек, но допустим. То есть если вы просто не спите всю ночь, и до трех ночи вы гудите где-то в ресторане, в кабаке, и орете вы караоке, или еще по какой-то причине вы не спите, то это не будет считаться, как ваша духовная работа тикун хацот, даже если вы прочтете эту молитву. Почему? Потому что основной смысл – это в том, чтобы проснуться. Равно прервать сон. Задача – прервать сон. И эта задача, выполняя ее на физическом уровне, говорят наши мудрецы о том, что мы исполняем ее и на духовном уровне. Мы прерываем сон, в котором мы находимся, когда злимся на других людей, когда не можем попрощаться со своим прошлым, когда занимаемся самокритикой и негативно смотрим на себя. Я плохая мать, я плохой отец, я плохая дочь, я плохой сын, я плохой супруг, плохая супруга, я бестолковый работник, я глупый там еще кто-то, студент, ученик, я некрасивый, я некрасивая, я такой, в общем, либо это направлено на других людей, другие люди плохие, глупые, какие-то злые, высокомерные, какие-то все плохие. Значит, вот эти все вещи мы можем исправить. Исправить, проснувшись, то есть увидеть за пределами того, чего нам показывает или в чем убеждает наш разум наш. Почему ночью? Ночью вы знаете, что душа, что разум человека спит. Когда вы прерываете сон, ваш мозг условно еще продолжает спать и начинает активно работать ваша душа. Это то, чего мы хотим достичь. Мы хотим достичь, чтобы те святые слова, которые идут сейчас, будут подниматься ко Всевышнему, чтобы они шли от корня нашей души, шли как можно из более святого места, из места, где мы тоф, где мы еще не поняли, мы хорошие или плохие, где мы только проснулись, где мы достаточно чисты в своих намерениях. Мы сейчас разжуем это немножечко, вы поймете чуть больше. Говорят, что... Когда я говорю говорят, вы должны знать, что это из какой-то умной книги. Прервать сон – это как принести жертву. Очень правильно, так и есть. Это и есть жертвоприношение, которое человек делает от себя. Так же говорится, вот Светлана уже все знает, например. Так же говорится о том, что прервать сон – это как сделать сдаку, как выписать чек, как сделать какое-то благотворительное пожертвование. Почему? Потому что вы отдаете от себя. Это не очень просто, между прочим, прервать сон вот так вот просто посередине ночи и встать, и что-то делать. Потому что мы все любим комфорт, мы все находимся в таком майнсете, в таком восприятии жизни, что там рабо, а как же и то, а как же и все. Кто вам, друзья, дает силы на то, чтобы работать? Кто вам дает работу? А как же я с семьей буду? А кто вам дает силы на семью? Кто вам дает ресурсы на семью? Кто вам дает быть ресурсным для семьи? Значит, все идет от Всевышнего. От того, какие вы установите с ним связи, очень многое будет зависеть парноса, доходы, и степень милосердия его к вам во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях, степень того, как он слышит ваши молитвы, то, о чем вы просите, то, как он на них отвечает сразу или через 10 лет, когда уже, в общем, и не очень, и надо. Значит, все строится вокруг установления с ним взаимоотношений, но не только с целью, естественно, ты мне, я тебе. Здесь речь гораздо глубже. Здесь речь об очень настоящих, интимных, личных, эмоциональных отношениях с самим Богом. И это время, вот эти два часа, это самое-самое подходящее для этого время. Почему? Потому что это время имеет силу рацион. Рацион – это, ну, это как милость какая-то с устремлением, да, какое-то, как непреодолимое желание сделать хорошо, какая-то непреодолимая воля такая сделать хорошо. Это рацион. Что значит, что в этот момент рацион открыт, да, что в этот момент это энергия рацион? Что это обозначает? Вы знаете, возможно, что на Пурин вы не можете не дать человеку с протянутой рукой, да, если вы видите, вот в Пурин праздник, да, если вы видите, что кто-то протягивает руку, чтобы ему дали милость, то вы не имеете права ему не дать. И дальше вас в Пурин не должно интересовать, этот человек заслуживает этого, не заслуживает этого, то есть его дела, грубо говоря, вас не интересуют, вы обязаны дать. Так вот, в сутках есть два часа, когда рацион, да, вот эта энергия рацион говорит следующее, каждый, кто просит, будет отвечен. То есть это как в Пурин, если ваша рука протянется именно в этот момент, то бишь именно как бы в этот день, да, именно вот при этих условиях, вам Всевышний не сможет не ответить, потому что, ну, как, это как, не знаю, как обязанность, как какая-то самая, 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 если действительно это хоть как-то для вас хорошо, потому что Всевышний не делает то, что для человека плохо. Нет зла с небес, все, что с нами происходит, все равно происходит для нашего блага, то это будет исполнено. Это можно также еще сравнить с тем, что, ну, вот, представь, там 2.30 ночи, да, допустим, допустим, ну, допустим, вам надо было бы поехать в аэропорт, выезжайте в 2.30 ночи, что, дороги пустые, друзья, пустые, вы очень быстро, домчите в точку назначения. Представьте, что вы выезжаете в 2 дня, и час пик, и все прут, и вы прете, и пробки, и жара, и на вас давит, и воздух тяжелый, и все. Движение замедленное. Вы хотите просто выйти из этого всего, просто, чтобы вот сейчас это все закончилось, просто выйти из ситуации, выйти из того, где вы находитесь. То же самое обстоит с молитвой. В 2.30 ночи маршрут проложен, и дорога пустая. Ваши молитвы очень быстро доходят. В 2 дня, когда это лахац, когда это напряжение дневное, когда уже куча дел, куча забот, телефон, тут 100 месседжей пришло, кто-то названивает, какие-то задачи, жена накинула на вентилятор, да, каких-то там тасков, каких-то это сделай, вот это сделай, вот туда позвони, вот с ребенка забери, а теперь отведи, а теперь начальник, где отчет, нет, не этот, где тот, а почему не презентация, а почему презентация не в том размере, а почему не в том расширении сохранил, почему не те цвета использовал, почему это надо переделать, где колонтитулы, почему не выровняно по какому-нибудь краю, и тут название от «мама», ты что, не поздравил отца с днем рождения, да что ты за человек такой, зачем мы вообще тебя рожали, отца даже родного не уважаешь, и тут еще кто-то позвонил, друг старый позвонил, сказал, что ему надо денег занять, ты единственный, последний человек на этой планете, который остался, и больше нет ни одного человека, и нет ни одного номера телефона, и только ты можешь его спасти, если сейчас все это теперь бросишь, все, что вверх неперечисленное, и поедешь его спасать, а иначе тоже ты не друг, и вообще ничего, и все, ему конец, и тут же дочка звонит, потому что коту плохо, он рвет комочками шерсти, и надо что-то делать, папа, отвези к ветеринару, вот, и это, значит, и тут вы вспоминаете еврейский урок на тему того, что надо сделать хит-бады-дут, надо пообщаться, сделать аудиенцию со Всевышним, друзья, это будет последнее, поверьте, последнее, несмотря на то, что это самое важное, это будет последнее, что вы решите сделать, а если даже решите, то займет это у вас не больше двух минут, потому что это все, как это, яичница сама себя не перевернет, да, кот сам себя к ветеринару не отведет, папа сам себя не поздравит, и, в общем, и вы, естественно, делаете то, что важное и срочное, а хит-бады-дут и общение со Всевышним отходит на второй план, не понимая, что хит-бады-дут это источник и жизненности, источник брахи, источник вашего успеха во всех этих остальных делах, и поэтому говорят наши мудрецы, говорит Рабин Ахман, в Ликутей Халахот, в Ликутей Мааран, об этом его ученик Рабин Асан, мы дальше приведу несколько цитат из Шлага Кадош, все говорят о том, что самое-самое лучшее время, пожалуйста, там с двух тридцати ночи, там с трех утра, один час, не можете два часа, возьмите один час, потом дальше идите спать, нет никакой проблемы, вернитесь, спите, но идея в прервании сна, не в том, чтобы сидеть у окна и ждать, когда наступит два тридцать, а именно в том, что вы уснули, прервали сон, подняли себя, прочли тикун хацот, сделали хит-бады-дут, просветление у вас в голове наступило, вы удивитесь, как много ясности вы увидите именно в этот период, все, вот я знаю, там и Равы, и многие бизнесмены используют это, используйте это тоже, используйте это, поверьте, вы не умрете, если вы не доспите там один час, но эффект вы ощутите практически сразу, теперь, что я вам не сказала, да, что вот в эти часы вы получаете что? Вы получаете свет и вы получаете ясность, ясность относительно себя, относительно других людей, есть люди, у которых в профессии или в их образе жизни, то, что они, к ним часто приходят за советами, с ними советуются, либо вы глава большого семейства и все хотят от вас какого-то мудрости, какого-то совета, разруливания каких-то вопросов, и вам нужно для того, чтобы им помогать, для того, чтобы давать им какие-то правильные советы, у вас у самих цех должен быть на месте, то есть у вас должна быть ясность в голове, вот это вот, вы должны быть в сознании, в адекватном, и давать какие-то реально работающие вещи. Теперь, если вы не в себе, вы такие же, вы будете давать советы и себе, и окружающим, так вот, момент, который вернет вас в себя, это тикун хацот, это тикун хацот, это прерывание сна. Удивительно, что многие люди будут тратить много денег на то, чтобы пойти к психологам, на то, чтобы пойти к психиатрам, не знаю, на то, чтобы пойти к людям, которые будут учить их слушать себя, понимать себя. Дам вам бюджетный вариант, хорошо? Бюджетный вариант – это то, что находится у вас в комнате. У вас в комнате, вам не нужно никуда идти, и вам не нужно ничего тратить. Вам нужно проснуться. Проснуться физически, и это повлечет за собой просыпание духовное, то есть, как эраузл, поднятие, пробуждение какое-то. Окей? Это называется… Хорошо, чуть дальше. Так. Правильно сказали о том, что жертвование сном – это воспринимается Всевышним как жертва. И говорят мудрецы о том, что когда мы жертвуем чем-то ради Всевышнего, он жертвует собой ради нас. Он делает какие-то жертвы в нашу пользу. Но фокус, весь прикол состоит в том, что начаться это должно с нас, что мы должны сделать первый шаг. Оно не сработает так, как если я сяду, вот так откинусь на диван, так скажу, ну что, Всевышний, что у тебя для меня есть сегодня хорошего? нагребай вот сюда, вот мои ручки, я держу, давай мне сюда все пряники, все конфеты, которые ты мне приготовил, складывай. Я готова всю шефу, всю браху, пожалуйста, вот сюда. Дальше я, не знаю, там, в 12 ложусь, а в 10 утра встану, летом в 9 утра, потянусь, часик поваляюсь. Это так не работает. Это так не работает. Мы должны принести в жертву что-то, что нам тяжело. Сон – это супертяжело, поверьте. И тогда это пойдет другая каша будет заварена. Написано в Ликутей Халахот, да, Раби Нахман, о том, что человек должен усилить себя утром, как лев, усилить в поднятии себя утром, чтобы он пробудил ночь. Вау, да? Это очень круто. То есть ты должен пробудить ночь. Каждый из нас должен пробудить ночь. Говорится о том, что ты должен встать раньше твоего врага. Ты должен просыпаться утром с такой энергией, как если бы, например, с такой интенсивностью, как лев. Да? Почему? Потому что это показывает уровень веры человека. Это показывает. Сейчас я отвечу на ваши вопросы, друзья. Использовать будильник можно. Да, конечно. Как вы проснетесь. Можно ли читать молитву стой или сидя? Это хороший вопрос. Я вам сейчас об этом расскажу. Если у вас есть еще какие-то вопросы, вы пишите без раташем. Если я буду знать на них ответ, я отвечу. Важно ли читать молитву на иврите? Если я не понимаю, то можно только на русском. Можете начать читать на русском, имея кавану, что вы хотите потом перейти на иврит и пробуя это. Потому что, ну, если вы будете уже хорошо знать на русском, то потом, даже произнося ивритские слова, вы будете, в общем-то, представлять, о чем там идет речь. Начните на русском и постепенно переходите на транслит, а потом там на иврит, как получится. Теперь, значит, мы должны начинать утро с энергии льва. То есть с энергией мы должны именно быть заряжены с самого утра. Потому что мы проснулись, это значит, что мы живы еще один день, это значит, что у Всевышнего есть от нас большие ожидания, и сейчас мы идем эти ожидания делать. Это гораздо проще понять, если, например, у нас на следующее утро известно, что мы откроем бизнес, который успешный будет. И кучу денежек заработаем, и будем жить просто отлично, ни в чем не нуждаться, помогая другим. И тогда что мы утром? Мы открываем, допустим, глаза как с нетерпением, с желанием, да, с надеждой какой-то, с устремлением. Вау, сегодня это случится, я начну свое собственное дело, я открою какой-то бизнес, и классно, это будет успешно, наконец-то этот день настал. Так вот, с такой кованой, с таким намерением имеет смысл просыпаться, как бы начинать свой день. И это потому что что? Потому что это показывает наш уровень эмуны. Это показывает наш уровень эмуны. Теперь, прежде чем я продолжу, ответ на вопрос, читать молитву стоя или сидя. Вообще сидя. Сидя на полу. В этом есть некоторая каббалистическая заморочка, связанная с тем, что пол-низ символизирует молхуд. И молхуд – это шхина. И вся эта молитва Тикун Лея и Тикун Рахель связаны с изгнанием шхины и с плачем о шхине. А плачем у нас и у Всевышнего есть составные части. Мужская компонента и женская компонента. Назовем это мужская энергия и женская энергия. У каждого человека, у каждой женщины есть мужская и женская энергия, у каждого мужчины есть мужская и женская энергия. У Всевышнего есть мужское и женское проявление. Женское проявление Всевышнего называется шхина. Мужское проявление Всевышнего мы не называем слух, оно обозначается, допустим, четырехбуквенным именем Всевышнего. Тикун хацот – это страдание, рыдание, мужской энергии, к которой мы присоединяемся в тикун хацот, о женской энергии. Поэтому это про Лею и Рахель. Страдание мужского по поводу женского. Как это делают всякие цадики, люди высокого уровня? Еще раз, я не говорю, что вы должны теперь пойти и сделать полностью все так же. Но у вас должно быть представление, каким образом происходит исправление ситуации в этом мире, частью которой является и ваша ситуация тоже. Потому что ваши ситуации, они не отделены от всего мира, они находятся в рамках происходящего безумия. И когда мы читаем Тикун хацот, мы просим Всевышнего остановить безумие. Наш единственный к нему вопрос – доколе, докогда это все будет происходить? Докогда? Почему ты не раскрыт в этом мире до сих пор полностью, чтобы все увидели твое величие? Почему продолжается то, что продолжается? Почему у меня шаломбайт не клеится? Почему у меня с деньгами какая-нибудь проблема? Почему со здоровьем какая-то проблема? Я общусь с детьми. Проблема, почему они не идут не теми путями, которыми я хочу? Почему, почему, почему? Все это сведется к тому, что это потому, что нет храма, нет явного присутствия Всевышнего. Мир не существует в том состоянии, в котором у него есть потенциал существовать. Вы задаете вопрос Всевышнему, да когда это будет продолжаться? Это должно быть исправлено. И вы задаете этот вопрос с эмоцией. Как если вы когда-нибудь в своей жизни страдали по другому человеку, вам это может быть будет немножко понятно. Или плакали по другому человеку, да? Может быть, не знаю, там больше в молодости, может быть и сейчас. У вас в жизни есть человек, по поводу которого вы плачете, ушел или не со мной, или вообще не в этом мире, или уже, да? Или не могу найти, или... То есть человек, по поводу которого у вас внутренне, вам его не хватает. Вам без него плохо, вам без него тяжело, вы плачете по нему. И когда человек плачет по другому человеку, он не просто... Это не просто слезы, это очень глубокое страдание. Так вот то, что происходит ночью в эти два часа, мы страдаем по Всевышнему, мы страдаем по той женской энергии. И шхина – это его присутствие, явное присутствие в этом мире, это то, что было во время храма. Это не то, что мы страдаем почему-то, чего никогда не было, никто не знает, это вообще какая-то иллюзия, там, сказка какая-то. Мы страдаем по вполне конкретной... Ну, это не вещи, но вполне конкретному явлению, которое у нас было, а потом его забрали. Я недавно читала статью про одного солдата израильского, который в туннеле в Газе потерял зрение. И дальше, спустя семь лет, теперь он поедет на Паралимпийские игры. Он там занимался спортом, он очень активный, он женился, у него там ребенок. То есть он живет, ну, полностью как бы собака-поводырь, он живет жизнь очень активную. Но он описывает, что вот он зашел в туннель, он увидел какой-то бетон, какие-то провода, это было последнее, что он увидел, он даже не понял, что произошло. И когда он осознал, израильские врачи очень боролись за его зрение, но ничего не получилось. И дальше он понял, что он больше не видит и никогда не будет видеть. И это было очень глубокое страдание, потому что человек понимает, что он потерял. Это не тот тип человека, который родился слепой и даже до конца не понимает, как бы, чего он лишен. Это человек, который до очень сознательного возраста что-то имел, а потом перестал, у него это забрали, тебе нужно перестроиться. И ты по этому поводу очень страдаешь. Так вот, страдание по шхине, оно очень реальное. Это не какое-то эфемерное мифическое страдание. Мы должны попробовать взять его на уровень очень личной истории, потому что, как говорят наши мудрецы, мы не молимся и не страдаем по храму, который был, не знаю, там, 2000 лет назад. Робин Ахман говорит, мы не страдаем по тому храму, который был тогда. Мы страдаем по той ситуации, которая происходит сейчас, которая происходит с нами, которая происходит с нашими родственниками, с нашими друзьями, которая происходит с нашими, я не знаю, с нашим народом, частью которого мы являемся. В нашей стране, в нашем мире мы страдаем по поводу всего, что сегодня происходит. Люди теряют близких, болеют, эти все ситуации, много лжи, много темноты. Мы страдаем поэтому, потому что это следствие того, что шхина находится в изгнании, мы находимся в изгнании. И поэтому многие могут думать, да, евреи нашли, а больше чего страдать сегодня, не о чем, конечно, вцепились в этот храм, который был непонятно когда, и до сих пор по нему страдают. Это наша story of our life today, это то, что с нами происходит сегодня. Храм – это не проблема 2000-летней давности, это проблема сегодняшнего дня. Все, что мы имеем сегодня, да, люди, не знаю, сегодня живут в разных странах, самолеты не летают теперь, не могут встретиться, страдают. Почему страдают? Почему такая ситуация? Потому что шхина находится в изгнании. Но это достаточно высокий уровень для того, чтобы это понять. Потому что гораздо легче сказать, что потому что придурочные там, я не знаю, политики на одной стороне, на другой стороне, потому что авиакомпания, потому что гладиолусы, потому что пандемия, потому что законы не те приняли, потому что все враги вокруг сожгли родную хату. Вот, да, значит, нужно себя поднять из этого состояния и включить совершенно другую точку. Это точка никуда, время пробуждения. Что это за точка никуда? Это точка преломления, когда вот с наступления ночи, примерно, допустим, с 8.30 начинается период, когда приходят силы противоположной святости. Это силы клепот. Наступает та часть ночи, темная часть ночи, когда мы умоляем Всевышнего, чтобы у нас в это время была эмуна, потому что очень сложно, мы не видим, как обстоят дела на самом деле. И в течение дня это время, оно жесткое. Это время противоположной стороны святости, как я сказала, время энергии с другого конца мира, назовем это так. Потом происходит перелом. И этот перелом происходит как раз, когда мы пробуждаемся, как раз, когда мы говорим Тикун Хацот. Это время, когда эмуна, то есть наша вера, начинается поднятие, эмуна начинает проявляться. И в нас нарастает чувство уверенности во Всевышнем, связи с Ним, чувство полной жизни, чувство, что мы реально живем, чувство, что… Вот это полагание на Всевышнего, чувство любви к Нему, это основной лейтмотив, любовь ко Всевышнему. И когда, вот допустим, я не знаю, допустим, если может у вас была какая-то в жизни ситуация, что к вам пришел друг, который плачет по какому-то поводу или очень расстроен, и он вам рассказывает причину, и вам становится реально больно за него, и вы начинаете страдать вдвоем. И вас это страдание очень сближает, потому что вы плачете по поводу одного и того же. Либо еще пример, когда отец, например, видит, что ребеноку больно. Например, ребенок заболел, плохо себя очень чувствует, плачет, да, как дети плачут, когда им плохо, больно. И плачет сын, и плачет отец. От чего отец плачет? Потому что есть вот это, ну, не просто участие, а у них как бы боль одна на двоих. Теперь у нас со Всевышним есть боль одна на двоих. То, что Шхинана входит в изгнание, больно и для нас, и для Всевышнего в одинаковой степени. Он страдает, на небесах страдание происходит такое же, как и страдание на земле. Такое же, нам нужно соединить эти оба страдания. И от того, что происходит совместное страдание, высвобождается энергия рацион, высвобождается энергия милосердия. И эта энергия милосердия подавляет меру суда, подавляет все суды. Говорят мудрецы, что в эти два часа в сутках вы можете отменить любые суды над вами, в зависимости от вашего духовного уровня, которые распространяются на вашу семью, на, не знаю, на ваш народ, на все человечество. Все зависит от духовного уровня человека, но вы в состоянии, именно в этот момент, поскольку ваша молитва будет обладать особенной силой и доступ будет очень прямой, вы можете отменять суды. Почему до сих пор мы находимся в изгнании? Потому что мера судов, она существует, и мы совершаем ошибки, несмотря на то, что есть люди, которые пытаются исправить эти ошибки, исправляют их мужчины, собираются ночью, садятся в кругу, садятся, внимание, в кругу, внимание, да, я не говорю, что, а теперь пойдите все так сделайте, может, у вас нет с кем сесть, или жена не хочет, чтобы вы шли. Это несколько другой уровень, но вы должны просто знать, что он существует, может, однажды вы там будете. Это как круг цадиким, говорит Шлаакадош, что тот, кто просыпается на хацот, он как цадик, он окружает себя милосердием на весь день. То есть вот этот вот схудшель хэсет, я сейчас объясню, что такое схудшель хэсет, заслуга хэсет, он окружает себя милосердием на весь день, он свободен от суда, царей, его жизнь в достатке, то есть у него с парносой, с денежками, все отлично. Его называют богобоязненным, и никто не может встать против него. И он оказывается, когда молится хацот, как в кругу с цадиким в Ганедане, вот такой у него уровень. И Зор говорит, что когда человек просыпается в это время, он может отменить все самые суровые суды. Шлаакадош говорит, ссылаясь на Зор. И все самые суровые приговоры. И награда за это, что его душа будет иметь восхождение. И что такое схудшель хэсет, о котором говорит Шлаакадош? Это когда в течение дня вы сталкиваетесь с разными ситуациями, вот перебраночка с женой, с начальничком, с детьми какая-то, да? Когда у вас есть схудшель хэсет, люди видят в вас святость. Они на очень подсознательном, не то, что прям ваше лицо сияет, но люди видят вас, они смотрят на вас с позитивной точки зрения. Они смотрят на вас через линзы милосердия. И вы это будете чувствовать абсолютно во всех аспектах в течение дня. Общение с другими людьми, отношение с другими людьми. Значит, это называется схудшель хэсет. Это очень-очень важно. Некоторые люди добиваются, не знаю, когда я говорю про свет лица, я не имею в виду, что вы только что вышли, не знаю, из бракарда или там из сифоры, да? Из литуали теперь вы сияете, а имеется в виду, что вы прикоснулись к такому типу энергии, от которого вы сами изменились и изменили мир, в котором вы находитесь. Пишет Рабин Ахман, что ночь должна быть прервана. Ночь существует для того, чтобы быть прерванной. Вот эта вот сила прерывания ночи, она очень велика. Прерывание в правильное время. Вы этим как бы помогаете силам зла уменьшиться, а силам добра увеличиться. Вы делаете вклад. Каждый человек делает вклады в этом мире, да? Вы знаете об этом? Делает вклады. Какие? Можно вкладывать в ночь, а можно вкладывать в рассвет. Что значит вкладывать в ночь? Вкладывать в тьму. Это значит, что негативно смотреть на себя и на окружающий мир. Это значит, что погрязнуть в склоках, в сплетнях, погрязнуть в черном глазе как бы таком, да? Это значит, что недооценивать себя, быть неуверенным в себе, постоянно себя ругать, постоянно себя... Да я, конечно, я на это не способен, это я не могу, тут я ошибки все время делаю, я ни на что не способен, я не то, я не сё, я не пятое, я не десятое. Это увеличивает ночь. Мы должны знать, что каждый раз, когда мы себя называем плохими словами, я придурок, я идиот, я вообще, я жирная, я тупая, я ещё какая-то, я недоделанная. Есть люди, которые говорят на себя вещи, просто ты слушаешь и думаешь, господи, да как вы живёте вообще, если вы так реально про себя думаете. С точки зрения иудаизма это запрещено, запрещено это говорить не просто потому, что это плохие слова и вы выглядите в глазах окружающих, как-то даже странно, а потому что вы увеличиваете ночь, вы увеличиваете тьму. Это корень тьмы, вы его, вы работаете на врагов. Как я вам читала как-то, и вы, возможно, сами знаете, например, в Израиле есть люди, которые, евреи, которые могут сотрудничать с Сирией, допустим, да, там, сливать какую-то информацию, то есть жить здесь, делать что-то против государства Израиль. Как бы вопрос, да, там, продавать оружие, например, в наши соседствующие страны. Это люди, которые инвестируют в ночь. Но есть люди, которые инвестируют в рассвет, инвестируют в поднятие, инвестируют в пробуждение, инвестируют, направляют свои силы в то, чтобы этот мир был как можно скорее поменен, да, и изменён. Теперь, есть такое понятие, как азамра. Азамра – это хорошая точка внутри себя. Вот упражнение, которое мы делаем ночью, значит, вот то, что я называю молитвой, тикун хацок, на самом деле это не просто молитва, это мировоззрение. Вы встаёте на час, на полтора, на два, на сколько можете, для того, чтобы отформатировать полностью своё мировоззрение. И вы говорите, где бы я ни находился, какие бы я, что бы ни было, неважно, у меня есть точка, от которой я всегда могу оттолкнуться и начать сначала. Точка, в которой я могу делать лучше, быть лучше, помогать этому миру, помогать Всевышнему, быть тем, кто принимает участие в строительстве этого мира, быть партнёром Всевышнему. Но многие люди, что делают? Они живут в образе мысли жертвы, и всё, что они видят, это как с ними несправедливо обошлись все. Люди, Бог, им не додали никогда, им всего недостаточно. Такие люди будут жаловаться обязательно, то, что у них там есть здоровые дети, там, муж, там, это будет всё неважно. Обязательно будет фокусироваться на том, чего не хватает. Этого, того, пятого, десятого, мне всего, мне мало, 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 мало. Я в положении, значит, некоторые, у меня есть такие знакомые, допустим, которые, ну вы знаете, да, я болчула, то есть я выросла в нерелигиозной семье. Естественно, у меня много друзей, евреи, еврейки, которые тоже выросли в нерелигиозной семье. Дальше. Со временем мы развивались разными путями. И вы удивитесь, что до сих пор многие, например, мои знакомые, не соблюдают, например, какие-нибудь законы, зная о них очень хорошо и имея поддержку близких, да, чтобы соблюдать, имея поддержку там супруга или супруги, чтобы соблюдать, с таким как бы экскюзом, с таким извинением, что когда я рос, мне этого же не привили, мне, у меня не было рэба или у меня не было там рава, поэтому вы теперь все должны отнестись ко мне с пониманием, ничего, да, что мы все из одинаковых условий, допустим, вы должны все отнестись ко мне с большим пониманием, мне очень тяжело, вот, и это все мне очень тяжело, я это делать не могу, не буду, либо буду, но с кислой миной воспринимать это все буду как издевательство надо мной, потому что я к этому не привык, как бы hello, да, ну, не надо, ну, это человек, который хочет страдать, хочет страдать. Скажи честно, мне это тяжело делать, потому что это идет в разрез с тем, что мне легко и нравится делать. Не надо скулить, не нужно жаловаться, либо просто возьми и делай, какая разница, ну, не вырасти ли тебя так, а сейчас ты уже взрослый, настолько, что ты можешь закрыть глаза на то, как тебя растили, ты уже не зависишь от своих родителей, не просишь у них деньги на проезд, и не зависишь от их мнений, даже если они тебе скажут, что ты не прав или не права, тебе уже на самом деле это не очень важно, потому что у тебя своя система ценностей, своя система взглядов. Если тебе под 40 лет, тебе, ну, главное, что скажет мама по поводу твоего выбора, надо хорошо задуматься, взрослый ли вы на самом деле человек, как бы где в этой всей схеме ваша система координат, где в этой схеме вы, вот, и выйти наконец-то из состояния и образа мысли жертвы и прийти в образ мысли, где вы партнер в творении всего, что тут происходит. Какое лучшее для этого время рассвет? Это ментальное раскрытие, ментальное поднятие, ментальное пробуждение. Говорится о том, что мы должны разбудить свою ночь, мы должны прервать свою ночь и разбудить ее, мы должны как бы проснуться раньше. Почему говорится свою ночь? Потому что у каждого из нас есть, каждый из нас это борец с террористом, да, мы антитеррористическая единица, мы боремся с терроризмом. С каким? Мы боремся с террористом внутри себя. И да, для этого есть более успешный момент, есть нечего жить там, где не темнеет 24 часа в сутки. Понятно? Живите там, где темнеет. А можно ли еще повторить время с какой по какой? Друзья, еще раз, с момента наступления ночи, то есть это примерно время Аздалы, время выхода шаббата. Значит, к этому времени вы прибавляете 6 часов, и это то, когда нужно просыпаться и начинать. Теперь, напоследок, очень коротко, я лишь скажу следующее, что в основном этот тип исправления делают мужчины. хорошо, потому что это связано с некоторой мужской энергией, с тем, что мы присоединяем себя к мужской энергии. И мы как бы страдаем по женской энергии. Если, однако, если вы женщина, и вы чувствуете, что это то, что вы хотите делать, можете делать, это то, что вам нужно, то, что вы хотите попробовать, вам не обязательно писать на всех заборах, что вы идете это делать, не обязательно как-то это сильно афишировать. Вы можете действительно достичь... Об этом мне говорил мой Раф. Это не мои как бы рекомендации. У женщин есть большая сила. И в финальном избавлении, в финальном изменении мира женщины будут играть далеко не последнюю роль. Поэтому если вы чувствуете, что ваша душа – это то, чего она хочет, делайте это. Посмотрите, что будет. Посмотрите, как вы будете себя ощущать, как вы будете себя чувствовать. А мужчины, для вас, в принципе, это ваш инструмент, поэтому пользуйтесь и делайте, как это... Исправляйте этот мир, исправляйте не только за собой, а в том числе за теми, кто это исправление не делает. И без рада шем, чтобы мы увидели приход Машеха и возвращение Ашхины в наши дни. Всем счастливо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok